Всем доброе утро! У нас, короче, на дворе полодиннадцатого. Я уже съездила по делам. Заехала в маленький магазинчик. Возле дома купила хлебушек, варенье, ну, джем клубничный, плавленый сыр на хлебушек, печеньки сырные, соду. Представляете, в магазине сказали, нет, ни соли, ни соды. Мне надо было буквально чуть-чуть на оладушки, и вот такой маленький только нашла. Муку взяла. Муки в магазине много. И бананы взяла. Девчонки попросили с творогом покушать. Так что сейчас я буду готовить наши любимые пышные оладушки. У меня тут мой же рецепт, скриншот с инстаграма. Я подглядываю тоже. Так, мне нужен кефир. 500 мл. Вот. Одно яйцо. Ложка или полторы сахара. Положим вот так вот. Пол чайной ложечки соли. И пол чайной ложечки соды. И, короче, я сейчас пока снимала, лоханулась. Надо было соду смешать с мукой. А я ее кинула в кефир. Ну, в общем, неважно. Сейчас, наверное, надеюсь, ничего не меняет. 350 грамм муки. Все мешаем, соединяем и даем тесту отдохнуть 20 минут. Да, видите, в моем рецепте написано, если ничего не отсвечивает, что затем высыпаем соду с мукой именно вместе. Тесто получится очень густое, поэтому, ну, не пугайтесь. Оставляем на 20 минут и потом будем жарить. Сегодня по плану у нас, так, против света, прям жесткая бытовуха. Я не стирала белье два дня. Я вам сейчас покажу, что такое в многодетной семье не постирать белье два дня. И еще куча всего надо сегодня убираться. Хоть Рудик сегодня утром мне все здесь убрал. Спасибо ему. Я уехала, ему не мешало, он мне не мешал. Приезжаю через полтора часа, у меня все убрано. Идеально чисто. Но умыть как бы надо самой. Но вот эта стирка, которую я сегодня посвящу, мне кажется, весь день, смотрите. Та-дам! Просто! Просто! Там еще тазик, он полный. Понимаете, да, что мне сегодня предстоит? А это мало того, что надо все закинуть, рассортировать. Вчера Полька еще куртку очень хорошо испачкала на даче. Так. А, я еще с утра заехала в садик. Садик закрыт, никто не работает, ничего. Несколько детей ходят в сад. Сказали, но не в нашу группу. И их перевели в другой. Потому что только несколько садов, таких типа дежурных, осталось на Лейпаю. Где-то четыре. Кажется, я прочитала. В нашем никого нет. Забрала вещички. Полькину куртку зимнюю. Целый пакет у нее вот этот в шкафу лежал. Ну, я просто в пакет кинула. Там сменные вещи всегда. Я люблю, когда много всего с собой у нее есть. На всякий случай. И я просто подумала. Мы вчера портили эту куртку хорошую, реймовскую, на даче. И так быстро надели старый комбез. Штаны мы там забыли наши. И вообще. Я думаю, когда мы туда вернемся, будет совершенно другая погода. Уже будет тепло. Чуть ли не лето. И поэтому я все взяла, чтобы было дома. Ну что, погнали стирать. Кстати, у нас так тихо, потому что я приехала. Попросила Миленку с Максом погулять. Он так хотел гулять. А мне дела надо делать. Полинка блинчики ждет. И попросила Миленочку с ним немножечко на улице походить. Они где-то ходят в дворе. Кстати. Господи, как мне это все разобрать? Может, начала куртку постирать? Кстати. Пришло Миленке на... Если я правильно все поняла, а понять сложно в этот раз все. Миленке пришло задание. Первое задание. На вторник, кажется. Самый прикол. Мы все думали, как это будет. Если я не ошибаюсь. Вот просто если я не ошибаюсь. Если я все правильно поняла. Будет одно задание, которое доступно. Это я про учебу удаленную. Будет задание в интернете. Доступно 15 минут всего оно будет. То есть там, грубо говоря, у детей, пока они сядут за комп, откроют. 10 минут просто будет на выполнение этого задания. Одна попытка. И сразу отправляется учителю. 8.40 оно будет доступно до 8.55. Понимаете? То есть ребенку все равно надо утром встать. И сделать это задание. Как дальше будет, неизвестно. Больше всего я люблю, когда я стираю каждый день и по чуть-чуть. Просто. Если даже это пол машинки, если даже это несколько вещей. Хотя такого у нас не бывает, чтобы было несколько вещей за день. Ой, зачем такие кнопочки в кармане? Смотрите. Какой-то в кармане. Такие кнопочки. А зачем они? Рэйма гоу. Варежки пристегнуть? Интересно. Вот. Я знаю, что эти куртки с мембраной нельзя стирать с смягчителем. Нельзя сушить на батарее. Я сейчас обычный порошок кину. И будет сушиться так просто. А когда вот просто задержишься 1-2 дня, вот такая куча, и ты не знаешь, за что взяться. А сейчас еще девчонки дома, они все кидают, кидают, кидают. Они убирают в своих шкафах, расхламляют там все. И понимаете, им когда лень складывать, они все в стирку кидают. Наверное, у вас так же. Напишите, пожалуйста. Ну что, первый пошел, а теперь нужно снять вот это все сухое. Ну, для начала открыть окно, пустить свет. И, кстати, уже очень-очень хочется помыть окна. Пишите, мыли вы окна уже после зимы или нет. Ну, пока прохладно, если честно. Вот чуть-чуть будет потеплее. Обязательно все это дело помоем. Очень грязно с той стороны. Раньше у нас хоть порядок держался полдня. Пока девчонки в школе, там, Полина в саду. А теперь с утра до вечера бардак, понимаете? Вот. Вот что это? Вот что это, Полиночка? Полина! Ну, хоть у вас более-менее заправлены кровати, все. Ну, что это? Это кто кушал? Милена. Давай свалим все на Милену, да? Угу. Давай, позанимайся чем-то, слышишь? Хватит уже просто так дуристикой заниматься. Полин, возьми раскраску. Хочешь, я тебе достану вот эту коробочку твою? Вот эту. И ты там позанимаешься? Да. Давай. Так, я не успела даже сделать дела, мне уже в дверь стучат. Кто там? Привет! Ты погулял? А почему так мало? Падаешь все время, да? Иди, пожалуйста. Что, продолжаем? Снимаем белье? Чтобы повесить новенькое. А почему так мало? Падаешь все время, да? Чтобы повесить новенькое. Иди, все время. Иди, все время. И да, кстати, если кому интересно, я белье никогда не глажу. Я всегда его очень аккуратно вешаю, распрямляю, да, уделяю этому внимания реально. Не просто так для меня кинуть вещи на сушилку. И потом аккуратно складываю сразу же при этом. Ну, нельзя кинуть в кучу, например, да, а потом типа когда-то сложить. Нет, складывается каждая вещь с сушилки сразу же. И по кучкам сразу Полина, Максим, там Майо, Милена, полотенце, видите. И, в общем, сразу делаю по кучкам. Так удобнее потом разносить. Каждый взял свою кучку, в шкаф положил их и готово. Что это такое красивое рисуемо? Море. Море? Покажи. Это мама, это я, это Максим, это Моника, это Милена, это папа. Это целый пляж у нас, да? Красота. Что ты хочешь? Рисовать? Давай, садись. Дашь ему какой-то фломастер один? Так, это я забираю себе. Максим, сейчас тебе там есть. Давай, Лишечка. Вот, все здесь. Сейчас ученики, да? На еще седоники. Полина, открой. А, Лишечки. А, Лишечки. А давай лучше ему мелкие дадим, а не фломастеры. Принеси мелочке. Нет, я воде. Нанесу машину. Давай, нанесу машину. Смотри. Машина. Машина. Закрывай фломастеры. Короче, я так заубиралась. У меня блинчики стояли не 20 минут, а час. 15, что ли. Колька напомнила. Говорит, мам, ты вообще мне блины сделала или нет? А я забыла про них. Хожу, убираюсь, убираюсь. Сейчас буду жариться. В общем, я еще не знаю, что вы там не ответили на мой вопрос под прошлым блогом про обстановку в мире. Но я только что прочитала, что в Лепе закрывают все детские площадки. Потому что там очень много деток гуляет. Погода налаживается, и все выперли просто массовые эти детские площадки. Рекомендует наше правительство, наше самоуправление гулять все-таки в лесу, на море. Где-нибудь там, где нет людей. Кстати, смотрите, неплохо поднимаются все-таки. Красота. Пушные. Вкусняшка. Есть творог? Нет. Это же оладушки. Какой творог? Это не сырники. Это они чуть-чуть такие вот такие. Не толщики, а чуть-чуть помятые. Это такие. Зайчик, речи. Нет, это не сырники, это оладушки. Как ты просила, как ты заказывала. Я первый путаю. Так, у нас есть варенье, сгущёнка остатки и сладкая сметанка. Я Полиночке с сахаром сделала, она любит. Подожди, подожди, себе блюдечко возьми. Подожди секундочку. А, понятно. Клубничное, да? Сейчас я вам скажу, как мама сделала. Давай. Давай, оцени, Ленечки, давай. Ты мой эксперт. Кушаем. Супер, как и хотела. Ну, давай. Иди за столик кушай, да? Что ещё раз? А потом ещё, да, обязательно. Посмотрите, какая красота. Вкусно. Время 12, я ещё не завтракала. Кстати, смотрите, они потом не становятся тонкими. То есть, да, бывает со сковородки снимешь, и они уже в тоненькие превратились. Они вот как пышные есть, так и остаются. Посмотрите. Вот такие вот оладьи. А я люблю вот так. Сметана без сахара, варенье или сгущёнка. Обязательно смешать со сметаной. Что-то сладкое смешать со сметаной. Так вкуснее всего. Кто-то спрашивал у меня, сколько получается блинчиков, оладушек с такой порцией. Ну, конечно, зависит от размера оладушек, а можно и один сделать. Но у меня три сковородки как-то получаются. Если так по ложечке кладу по столовой, то три сковородки. Вот примерно так. То есть, ну, нам семье на завтрак, ну, этой порции именно хватает, чтобы, ну, съели и не оставалось. Хочу вас спросить, сколько в России стоит вот такой вот джем Махеев. Они очень вкусненькие, кстати. Не знаю, что по составу там. Но вкусный, правда. Вот как домашнее варенье, скажем, да. У нас такая упаковочка маленькая, 300 грамм, стоит разных вкусов евро 60 или евро 65. Что-то в этом роде. Вот по-любому в России он копейки стоит. Напишите, интересно. Друзья, от меня тоже всем привет. Товарищи, с последнего включения прошло, в принципе, полдня. Максимка поспал, я там доубирала, достирывается последняя сирка у меня. И все, и как-то во второй половине дня, после того, как с Максимкой уже полежишь, поспишь, уже и работу не тот, уже что-то хочется спать, еще и дождь пошел. Поэтому ты сутопереводчик, что ли? И, ну, немножечко скучно было в том плане, что хочется куда-то выйти. И поэтому мы выехали. Куда? У нас есть всего час, да? Куда? Погулять? Не знаю. Просто прокатиться, может, в город. Мы вроде сейчас поехали в город, да, поедем. А если потом время позволит, то мы поедем еще в одно место. Если время сегодня это не позволит, то мы в это место поедем завтра. Но у нас пошел дождик, будет так, что будет смотреть по-по-по-по. А еще я бы хотела, чтобы ты забежал в магазин обратно. Купите мне помидоры, огурцы. Я не могу бежать в магазин, коронатайм. Коронатайм, но мне нужны помидоры, я огурцы, и пешал. В общем, мы съездили по делам, решили нам помидоры, огурцы не нужны. Знаете, как выгодно в этот карантин? Уже сидишь такой, думаешь, нужны помидоры и огурцы, да? Раньше бы зашел в магазин, еще бы кучу всего набрал. А так сидишь, думаешь, да ну нафиг, нафиг мне эти помидоры нужны, справлюсь. Морковка дома есть со свеколочкой. Полиночка кушает, ужинает. Что? Говори. Да мы не уходим, ты доедай и выходи, да? Давай. Переживает, чтобы мы никуда далеко не ушли. А мы подъехали на наше море, на пляж. Возле нашего дома прям. В какую сторону пойдем? В эту? В комбетику. Не, ну, Полька должна нас видеть. Давай я здесь постою, а ты иди по берегу с ним камушки пособирай. На арке хочешь, потому что ветер. Ветер здесь. Пойдем на водор гулять такой. Здесь действительно холодно. А будет там? Не на море ветра нет, а здесь ветер. И поэтому ни одного человека стоит. Давайте я вам хоть море покажу, что ли. У меня был скриншот. У нас есть два вопроса. Ты слышишь меня? Давай здесь спрячемся. У нас есть два вопроса, друзья. Другой вопрос был, собираемся ли мы летом в отпуск куда-то в теплые страны? Отвечай. Друзья, летом мы никуда не собираемся. Нафига ехать куда-то, если у нас здесь такое замечательное море, замечательные места для отдыха. У нас здесь все есть. Куда нам еще ехать? Ну, друзья, в апреле у нас была запланирована с друзьями поездка на пароме, в Стальгольм, в Швецию. Но в связи с того, что у нас происходит в миру, в мире, такие неспокойные времена, мы нашу поездку откладываем. Да, нам нужно поменять билеты. Да, билеты у нас уже были куплены, и все. И мы вот должны в апреле, в конце апреля должны были ехать. Но не получается. Такое небо темное. И очень-очень давно, извиняемся, что... Блин, мне кажется, Ливанет сейчас, посмотри, со всех сторон. Ну да, ведь, дождь будет, да. Про финансы спрашивали. Что именно? Финансы, были ли у нас кризисы финансовые, как справиться с этим? Были, конечно. Друзья, были финансовые кризисы, справляемся, ну что делать? Справились, все в порядке. Если будет какой-то... Еще раз, то справимся. И так же самое все будет в порядке, все будет на высоте, друзья. Я думаю, что когда в семье кризис финансовый, очень хорошо показанное в отношениях, да? Ну то есть... Сплоченность. Ну нет, я имею в виду, вылезает нутро человеческое, наружу, сразу видно. Потому что, может быть, все сюси-пуси, а как, например, у мужчины что-то с работой случилось... Запрати ему шапку, пожалуйста, у него там дует сзади. То женщина, например, начинает его пилить или не поддерживать. Сразу понятно, кто есть кто. Так, Полька там не волнуется? Не-не-не, все, понятно. Я думаю, важно в этот момент друг друга поддерживать, не ссориться, не ругаться, не пилить никого, поддерживать мужчину, не жалеть его. В разных ситуациях нужно просто, друзья, поддерживайте дамы, поддерживайте своих мужчин в любых ситуациях, и тогда все у вас будет хорошо. Как говорят, вот знаешь эту фразу, ведь не зря говорят, за каждым успешным мужчиной скрывается женщина. Ну конечно, да, я знаю, да. И если эту фразочку разобрать по буковкам, мне кажется, доля правды в этом есть. Как вы считаете? Обязательно напишите. Мы решили отъехать от берега в лесочек. Вот тут вот видите, у нас деревья, елочки. Немножечко там спрячемся и погуляем. Потому что очень-очень холодно. Где весна? Макс! Где это? Макс! Помахайте ручкой! И молодец! Друзья, не смогли мы на море гулять, потому что там ветер, мы сейчас отъехали 100 метров от моря. Приехали в такой вот лесочек, где можно спокойно погулять. Короче, мы сейчас здесь походим, подышим воздухом. Дети побегают, поносятся и поедем домой. Так что, друзья, будем заканчивать видосик. Спасибо, что вы посмотрели на сегодня нашу эту бытовуху. Подписываемся, ставим пальчики вверх и увидимся завтра, друзья. Махай!